Здравствуйте, мои дорогие близнецы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине, на конец месяца. И посмотрим в конец расклада, что вам Высшие Силы подсказывает, карта совета, на что обращать внимание, что может убрать из этого, то, что Высшие Силы вам как подсказку дадут. И давайте вместе с вами, если вы готовы, начнем расклад и посмотрим. Первая карта, что нам Высшие Силы подсказывает на начало месяца. И первая карта у нас — это Королева Мечей. Королева Мечей даже по стихии выходит. Королева Мечей показывает, что на начало месяца уже у вас показывает то, что вы уже знаете, чего вы хотите. Вот, например, вы знаете, где вы должны находиться, что вам нужно сделать, что вы должны убрать из своей жизни, кто с вами рядом, те люди, которые рядом даже. Вы как будто у вас уже осознание приходит. Следующая карта у нас на начало месяца выходит Паж Мечей. Паж Мечей показывает, что вы даже то, что вот, как бы вы, как говорится, боретесь за свое место под солнце, вы не останавливаете на то, что у вас на данный момент есть. И вот в август месяце уже как будто у вас приходит то четкое осознание, что вот, я не остановлюсь, я добьюсь то, что мне нужно, я иду дальше. Вот, следующая карта у нас на начало месяца для вас, мои дорогие близнецы, показывает сила. Карта Сила показывает то, что Высшие Силы на вашем стороне. И Высшие Силы вам как будто дает то, вот те силы, которые для того, чтобы вы боролись, для того, чтобы вы как бы достигли чего-то. И следующая карта для вас, мои дорогие близнецы, показывает карта Тройка Кобка. Тройка Кобка показывает. Для кого-то здесь может показать, что могут быть какие-то праздники в августе месяце, а для кого-то высшие силы как будто уже вам даёт это возможность, чтобы вы боролись, чтобы вы достигли чего-то в своей жизни. Ту радость, которой вы уже как бы нуждаетесь, те эмоции, которые вот карты летают, но я ничего не буду. Следующая карта у нас это на начало месяца для вас, мои дорогие. Здесь показывает карта семёрка Пентакли. Семёрка Пентакли уже показывает, что вы уже как бы ставите какие-то цели, вы уже знаете, чего вы хотите. И уже эти цели, которые вы ставите, уже они идут, знаете, вот уже вы начали идти к ним, к этим цели. И вы уже, если уже ставили эти цели, вы уже, знаете, вот эти цели вас приведут вот к радости, к успеху, к удаче. Следующая карта, мои дорогие близнецы, для вас вот на середине месяца посмотрим, что вам высшие силы подсказывают. И карта четвёрка Кубка. Карта четвёрка Кубка показывает сила, вот высшие силы, и даже здесь показывает то, что высшие силы на вашем стороне, они дают вам возможности, чтобы вы обдумали, чтобы вы как будто вот то, вот началом то, что вы даёте, вам даётся вот как бы королева мечеть, то, что вы осознаёте чётко то, что вы должны сделать, вот здесь у вас как будто ещё даётся возможность вот обдумать, вот дать вот то время, которое вот то, что вы уже поняли чётко, вот чёткое осознание для того, чтобы вы, к чему вы должны привести вот высшие силы. Я могу здесь как бы точно сказать, что вот и на начало, и на середине этого месяца высшие силы вам даёт вот, ну как будто это помощь, которую вы нуждаете. Следующая карта на середине месяца, и это пятёрка жезлов. А пятёрка жезлов почему даётся, вот паж мечей, вы будете бороться, может быть такие ситуации, где будут какие-то люди, где будут вывести вас на эмоции, но вы не обращайте внимания, потому что вы как будто вам даётся, вы должны быть в стороне, вот убрать, вот здесь поэтому и показывать, вы должны убрать, вы чётко должны знать, кто или что должно быть в вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это тройка мечей. А тройка мечей что показывает? Для того, чтобы у вас не случилось в середине месяца вот это разбитый ссор, или может даже, знаете, здесь ещё может быть какой-то вы узнаете, может быть какие-то люди какую-то правду вам подскажут, будут сказать вам, и вы как будто будете, знаете, вот, ну как бы будете чуть-чуть внутри, как на эмоции, знаете, вот вы как будто будете себя, может, ту правду, которую вы не ожидаете, вот на середине месяца, но вы знаете то, что у вас высшие силы не оставляет, как бы уже даже это самое не было тяжело, лучше узнать, знаете, как говорится, знаете, горькую правду, чем сладкую ложь, вот всегда вот так. Следующая карта у нас на середине месяца, это выходит карта четвёрка Пентакли. И четвёрка Пентакли что показывает? Вот ваша скупость уже показывает то, что, вы знаете, ваша скупость не то, что по отношению к вам, а вот по отношению к людям, а именно к вам, вот как будто вы жадничаете. И вот здесь что показывает? Если вы хотите как-то, ну, купить для себя какой-то подарок в начале месяца, или не жалейте, потому что для того, чтобы вы вот получили ту радость внутри себя, вот ту, знаете, энергию, то, что вы, ну, даже можно сказать, летаете от вот то, что происходит внутри вас, то не скупите, вот, потому что вы можете вот это самое помочь всем, а как бы для вас, когда приходит время, как будто у вас будет как бы, ну, так, может быть, даже, может, захотите чего-то для себя, и вот, ну, как будто вы будете разочароваться. Следующая карта на середине месяца у нас показывает – карта Десятка Пентакля. Десятка Пентакля может еще показывать то, что почему. Здесь если показывать вот вашу стабильность, как будто уже на середине месяца, вот то, что пока Семерка Пентакля, вот в начале месяца вы ставите цели, вы ставите какие-то вот, ну, уже начинает пора уже, ну, как бы действия какие-то делать. Вот всё, что вы как бы делаете, у вас приведёт к стабильности. Как будто вот ваше благо в середине месяца у вас оно есть. Следующая карта на конец месяца — это у нас карта «Рыцарь Жезл». И «Рыцарь Жезл» показывает то, что даже то, что вы горите изнутри, даже то, что вам как будто что-то мешает или что-то не получается, вы не останавливаетесь. Вот вы как будто уже в начале месяца начинаете бороться, вы не останавливаетесь. И поэтому показывает то, что вы человек, который борется, вы не останавливаетесь то, что у вас на данный момент есть. Вы как будто хотите дальше бороться. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие близнецы. И это выходит карта «Десятка кубков». И «Десятка кубков» что показывает? Даже, как говорится, вот в середине что-то, если у вас появится и что-то будет, то, что это сам, то у вас радуга на голове есть. После дождя всегда выходит радуга на голове. Какое-то счастье у вас как будто даже появится уже в конец месяца. Следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие. И вот туз Пентакли. Туз Пентакли уже показывает то, что даже то, что у вас даётся какие-то возможности, у вас даётся поднять какие-то вершины новые, то, что приведут вас к этой стабильности, к этой благе. Вот эти цели, которые уже вы ставите. Следующая карта у нас на конец месяца — это «Императрица». Императрица показывает получение своих плодов. Вот у вас то, что вы боретесь, у вас уже в конец августа приведёт радуга на вашей голове, ту С Пентакли, ваша стабильность, то, что у вас появится новая возможность, новые финансы, какие-то деньги. И то, что императрица, это показывает то, что вы то посели, то и пожмёте. И не переживайте то, что у вас на начало месяца высшие силы на вашем стороне. Они вам помогают. И возьмём карту совета для вас, мои дорогие бизнесы. Вот, тройка жезлов. Тройка жезлов показывает, что ваша уверенность, ваше самостоятельность показывает то, что вы делали выбор, то, что вы как будто будете бороться, вы не будете как бы останавливаться. И, мои дорогие, если вам нужна помощь личная, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.